Глеб Палкерев, Дальневорск, Михаил Прыншко, Лесно, Довко. Мы бродили в стой лесу и наблюдали жизнь тупляных птиц, дятлов, сок. Вдруг в той стране, где у нас раньше было намечено интересное дерево, мы услышали звук пилы. То была, как нам говорили, заготовка дров из сухостойного леса для стеклянного завода. Мы побоялись за наше дерево, поспешили на звук пилы, но было уже поздно. На хоросине лежало, и вокруг ее пня было множество кустых еловых. Это все дятел отхлылшил за долгую зиму. Собирал, носил на эту осинку, закладывал между двумя суками. Своей мастерской долбил около пня, на срезанной на хоросине, два паренька отдыхали. Эти два паренька только занимались тем, что пилили лес. Эх вы, проказники, сказали мы, указали им на срезанную хоросину. Вам видно резать сухостойные деревья. А вы что сделали? Дядь, что дырки наделал, ответили ребята. Мы поглядели и, конечно, спилили. Все равно пропадет. Стали все вместе осматривать дерево. Оно было совсем сверху. И только на небольшом пространстве, не более метра в длину, внутри ствола прошел червяк. Дятел, очевидно, выслушав его хину, как доктор. Выстукал ее своим клювом, понял пустоту, оставляемую червем, и приступил к операции извлечения червяк. И второй раз, и третий, и четвертый. Нетолстый ствол осины походил на сверель клапанами. Семь дырок сделал хирург. И только на восьмой захватил червяка. Вытащил и спас осину. Мы вырезали этот кусок, как замечательный экспонат для музея. Видите, сказали мы ребятам. Дятел, это лесной доктор. Он спас осину. И она бы жила и жила, а вы ее срезали. Пареньки подивились. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова